Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Фишт после Мундиаля станет постоянной футбольной и культурной площадкой. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Николай Далуда. Глава Сочи встретился с послом Новой Зеландии. Сбор на этой стороне играет сегодня с Мексикой. Посмотреть на канатку с обочины дороги или не доехать до объекта вообще? Такие туры – угроза имиджу курорта. В Сочи начались проверки экскурсионных фирм. Вежливая регистратура появится в каждой сочинской поликлинике. Нравится ли проект пациентам? Сегодня узнал глава курорта. Кубань заняла второе место по вводу жилья. Больше строят только в Московской области. О развитии и проблемах у отрасли говорили на конференции регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей. Конференция объединила практически всех участников строительного рынка. На одной площадке собрались представители крупнейших компаний, руководители края и города, общественники. На встрече обсудили не просто доступность квадратных метров. Одна из важных задач – создать комфортную среду проживания, отметил Вениамин Кондратьев. На протяжении последнего десятилетия в городах Кубани наблюдался стремительный рост объемов жилого строительства, обратной стороной которого стал дефицит социальной инфраструктуры. У вас, как руководители строительного бизнеса, безусловно, ответственность перед своим бизнесом, перед теми работниками, которые у вас работают. А у нас ответственность у власти имеется в виду. И перед вами, и перед вашими работниками, и в целом перед жителями края. Социальное напряжение у горожан уже сегодня очень сильное. Потому что отсутствие детских садов, и поликлиник, и школ, и скверов просто уже тушим, если честно говорить. Мы не строим, мы тушим ситуацию. А никто не мешал 12 лет назад строить системно правильно, со школами, с детскими садами. Сегодня мы и рады построить в кричащих микрорайонах, но места нет. Поэтому, конечно, где-то останавливаем, где-то запрещаем, где-то пытаемся высотки превратить в зеленые зоны. И нам ничего не остается как это делать, потому что сегодня это запрос, кричащий запрос жителей Краснодара. И, по крайней мере, пока я принимаю решение, мы принимаем решение, решение будет именно только такое. Главная задача, я думаю, что бизнеса и власти, это все-таки, чтобы мы вместе обеспечивали нашим жителям рабочие места и их благосостояние. Если мы это будем делать, значит у нас все будет получаться. Если мы будем, так сказать, как-то не совсем качественно, эта работа будет, естественно, не будет нужного количества рабочих мест, естественно, не будет этого благосостояния. Много внимания на конференции уделили проблемам краевой столицы. Помимо нехватки детских садов и школ, возникает немало сложностей с транспортной инфраструктурой. При этом речь идет не только об историческом центре города. В качестве примера глава региона приводит микрорайон гидростроителей. Куча жалоб идет о том, что транспортная логистика там непонятна, но ведь выдавали-то все разрешения на строительство тех, кто в том числе и здесь сидит. А сегодня пытаемся транспортную логистику нового гидростроя создать, а она как-то не вяжется на то, что уже построен. Юбилейный микрорайон. Настолько его застроили, зачем сейчас остановили, безусловно, там, где должна быть явно набережная. И должна быть, и будет там набережная. Ну какие там жилые комплексы, и еще, их уже там тулить некуда. А у нас уже земля роздана. Кому? Куда? Мы уже понастроили. Давайте дадим ума тому, что понастроили. В таком формате конференция по развитию строительной отрасли проходила впервые. Однако, как договорились участники обсуждения, такие встречи будут проводить регулярно, чтобы своевременно решать все назревшие вопросы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Стадион Фишт после Мундиаля 2018 станет постоянной футбольной и культурной площадкой. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Далуда в ходе пресс-конференции в центре неаккредитованных журналистов Кубка Конфедерации. Вице-губернатор рассказал, что ведутся переговоры с Российским футбольным союзом о проведении сборов клубов «Премьер-лиги» в Сочи. Для этого здесь есть все необходимое – и тренировочная инфраструктура, и гостиничная. К Кубку Конфедерации, чемпионату мира построены прекрасные тренировочные поля. Всего в Сочи есть 11 стадионов, площадок, где можно играть и тренироваться круглый год. К тому же для команд это значительно дешевле, чем проводить сборы за границей, отметил Николай Далуда. Решение уже фактически принято. И, конечно, прежде всего, что этот стадион останется как футбольный стадион после проведения чемпионата мира. Мы планируем, что одна из команд, которая на сегодняшний день играет в городе Сочи, это будет база для этой команды. Также ФИШ сможет принимать игры сборной России. Сертификат международной категории уже получен. Еще одним направлением в работе стадиона, по словам вице-губернатора, станет проведение масштабных культурных мероприятий. В целом, объекты и организация первого матча Кубка Конфедерации в Сочи получила высочайшие оценки экспертов. Президент ФИФа назвал газон ФИШта «чистым бархатом». После окончания Кубка Конфедерации стадион продолжат готовить к чемпионату мира. Среди всех объектов Мундиаля ФИШт, по словам специалистов, самый интересный, так как изначально не строился как футбольный стадион, а был реконструирован после проведения церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Кстати, поболеть за команду на ФИШте смогли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сочинские спортсмены с инвалидностью получили бесплатные билеты на матчи Кубка Конфедерации. В рамках реализации билетной программы Оркомитет Россия-2018 по согласованию с ФИФА инициировал социальную программу помощи отдельным категориям граждан. Расскажет Ольга Десятого. Даже пасмурная погода не помешала людям с ограниченными возможностями провести запланированные тренировки. Для Павла Проникова спортивная карьера началась пять лет назад. Переступив порог физкультурного центра, он окончательно понял, что спорт для него не просто тренировки, а нечто большее. «Означает, что я не опускаю руки, занимаюсь чем-то. Некоторые опускают в депрессии. Для меня это нормально. Это встречи с друзьями. Со всей России приезжают. Мы соревнуемся. Дружба». Физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями на курорте был открыт в 2012 году. Сегодня его посещают около 200 сочинцев. Работа ведется по 16 направлениям. От легкой атлетики до сугубо паралимпийских видов спорта. «Цель нашего центра – это реабилитация и социализация инвалидов в обществе нашего города. И поэтому люди стремятся даже не на один вид спорта, а попасть на несколько видов, на несколько отделений». Среди них на базе центра создана и настоящая футбольная команда. Правда, сейчас тренировки ушли на второй план. Внимание сочинских футболистов, как и тысяч болельщиков со всего мира, приковано к спортивным баталиям на стадионе «Фишт». Сочинским спортсменам с ограниченными возможностями сделали настоящий подарок – бесплатные билеты на футбольные матчи Кубка Конфедерации. Они распространяются также среди многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся спортшкол и участников волонтерской программы. Программа социальной помощи малоимущим гражданам работает во всех четырех городах-организаторах. Она продиктована намерением сделать турнир максимально доступным для всех граждан России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни, спорта и футбола в частности. Городам-организаторам предоставлены билеты на все 16 матчей. Сочинские спортсмены с инвалидностью эту возможность восприняли как настоящий подарок судьбы. Это очень волнительный момент, потому что я очень такое редко, во-первых, в городе происходит, в стране. Это огромное спасибо еще нашему президенту, что такое все предоставилось, возможность вот этот футбол провести Кубок Конфедерации. Сам футбол я очень благодарен, потому что это незабываемый момент в жизни. Мы тренируем ребят, я их уже давно прибиваю. Не просто болеть за какую-нибудь игру, а болеть за игру, потому что они сами футболисты и должны научиться посмотреть на старших мужчин, уже профессионалов с опытом, с мировым опытом. Увидеть лучших футболистов мира, поболеть за команды, проникнуться спортивным духом и, конечно, поучиться мастерству, пусть просто с места на трибуне. Ради этого можно преодолеть любой путь. Правда, для сочинских спортсменов с инвалидностью он максимально короток и комфортен. До Олимпийского парка они добрались на электричке «Ласточка». Оттуда к спортивной мечте до стадиона «Фишт» рукой подать. Замечательно добирались. В течение 20 буквально минут оформили мы все билеты, сели в электричку и места и прекрасно добрались. Без каких-либо приключений, эксцессов, очень быстро, замечательно. Ребята с большим удовольствием согласились и мы очень благодарны администрации города Сочи за билеты. В периметре спортивного объекта также все адаптировано для гостей с особенностями физического развития. Специальные места на трибунах, лифты, широкие пандусы. «Фишт» изначально построен как полностью безбарьерный объект. Во время реконструкции Кубка Конфедерации эту инфраструктуру полностью сохранили. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Сегодня стадион «Фишт» принимает второй матч Кубка Конфедерации. В Сочи играют сборные Мексики и Новой Зеландии. Кстати, посол самой экологически чистой страны на планете Новой Зеландии сегодня встретился с главой Сочи Анатолием Пахомовым. Посла Новой Зеландии в России глава Сочи Анатолий Пахомов принимает в своем кабинете. Иэн Хилл задает массу вопросов, интересуется, как Сочи из Южной провинции превратился в центр проведения международных мероприятий, в том числе Кубка Конфедерации. Сочи – прекрасный город, очень красивый. Видно, что Олимпиада положительно повлияла на развитие курорта. А ведь есть много примеров, когда после Олимпийских игр построенные стадионы пустуют. А здесь видно, что город живет и развивается. Анатолий Пахомов рассказал о масштабных преобразованиях, которые произошли в городе за последние несколько лет. Общались через переводчика, но оказалось, посол неплохо владеет русским. Вот сейчас еще погода не очень, а у нас в мае была хорошая погода, солнечная, до 27 лет. И стоя в черном теплом море, можно было видеть, как на верхушках, заснеженных верхушках катаются лыжники. Интересно. Единственное место, как это я знаю в мире, это Бейрут. Бейрут. Бейрут можно так считать. Горь, но это необычно. Да. О, это интересно. Это первый визит Иэна Хила в Сочи. И, как отметил сам посол Новой Зеландии в России, теперь он точно знает не последнее. А снова встретиться Пахомов и Хил договорились уже вечером на стадионе Фишт на матче Мексика-Новая Зеландия. Продолжаем. С 1 июля возобновляется пригородное сообщение между Адлером и Гагрой. Ежедневно между курортами станут курсировать две пары пригородных поездов, состоящих из вагонов на тепловозной тяге. Утренний рейс отправится из Адлера в 7.47 и прибудет в Гагру в 9.41. Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14.21, в Гагру состав прибудет в 16.15. В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10.52 и прибывать в Адлер в 12.52. Дневной отправится из Гагры в 18.26 и прибудет в Адлер в 20.26. Пограничный контроль будет проходить на станции «Веселая». Проезд в одном направлении стоит 250 рублей. Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу – сейчас этот вопрос активно решается в высших эшелонах власти. Напомню, по правительственной программе должны быть возведены пять заводов, четыре из которых в Московской области, один в Республике Татарстан. Есть вероятность, что этот список расширится и строительство развернется в Сочи и Крыму. Об этом сообщил депутат Государственной думы Константин Затуллин. Накануне он вышел на связь по скайпу. В скором времени должны быть подведены итоги конкурса инвестпроектов по заводам термической обработки мусора. Скорее всего, победителем станет компания «Эртоинвест». После того, как она получит полномочия на осуществление проекта, а это произойдет 30 июня, будет решаться вопрос о возведении мусороперерабатывающего завода в Сочи. Вступивший в законные права победитель конкурса, строитель этих заводов в Московской области и в Татарстане подсорциум «Эртоинвест» обратится в правительство официально с просьбой о включении Сочи и, может быть, Крыма для строительства одного или двух заводов. А уже в июле, как сообщил депутат Госдумы Константин Затулин, будет проведено совещание, инициатором которого выступил вице-премьер России Александр Хлопонин. В его рамках планируется обсудить экологическую обстановку, которая сложилась в Краснодарском крае и, в частности, Сочи. Для курорта мусорный вопрос стоит остро. Географические особенности и транспортная логистика не позволяют Сочи вовремя вывозить все отходы. Есть сложности с полигонами. Жители Кубани примут участие в акции «Свеча памяти». Она посвящена 76-й годовщине с начала Великой Отечественной войны и пройдет по всей стране 22 июня. В Краснодаре всех, кто хочет занять место в колонне в знак благодарности за подвиг предков, организаторы ждут на театральной площади в 3.30 утра. Через полчаса участники шествия отправятся по красной к вечному огню. Это дата большой скорби для каждого россиянина. Все города и поселки, станицы, деревни и аулы участвуют в акции «Свеча памяти». Кубань, конечно, не исключение. Мы помним. Водителям стоит быть внимательными. Из-за траурного шествия сегодня вечером и в утренние часы 22 июня движение транспорта в центре Краснодара будет ограничено. В Сочи акция «Свеча памяти» состоится в 4 утра 22 июня на мемориале в Завокзальном микрорайоне. Состоится шествие со свечами, траурный митинг, несение почетной вахты, поста номер один, возложение цветов и минута молчания. К другим новостям. В Сочи начались проверки экскурсионных фирм. Причина – нелегальные экскурсоводы, предлагающие по дешевке совершенно некачественные услуги. Такая ситуация на главном курорте страны недопустима, считают в администрации города. Тему продолжит Елена Авсецина. Пришлось даже собирать экстренно-специальные совещания с участием представителей всех туристско-экскурсионных фирм – и мелких, и крупных. С каждым днем их становится больше, при этом в правоохранительные органы поступают жалобы от туристов на то, что транспортно-экскурсионные услуги выполнены на достаточно низком уровне. Гости курорта разочарованы, а нелегальщики, чаще всего даже иногородние граждане, довольны. Удалось заработать на доверии курортников. Какие-то негодяи, которые сюда приехали, и хотят здесь жить, и делают здесь неправильный бизнес, мы этого не допустим. Мы пригласили сюда некоторых таких людей. Город, который удостоился принимать Кубок Конфедерации, не красит такие сомнительные туры, когда посмотреть на канадку можно исключительно с дороги. Более того, автотранспорт, предоставленный для поездок на поляну, не всегда комфортный и безопасный. В спорная Германия играла вчера, Австралия. В каких городах играют такие команды? А мы все думаем, вот Чучхелой сейчас мы их там удивим. Кого удивим? Сами себя только. Сами горнолыжные курорты уже взялись за то, чтобы навести порядок на рынке предоставления экскурсионных услуг. Они сами выслеживают так называемых ходунков, нелегальных экскурсионных агентов, а в городе их уже более 150, которые буквально из-под носа уводят у них курортников. Так называемый бегунок или коробейник, на дороге ловят гостя, туриста, и по сочинскому принципу, девушка, пойдем со мной, тебе будет хорошо, пытается ему впарить, по-другому я не понимаю, да, тур гораздо дешевле, чем это продают официальные экскурсионные агенты легальной Сочи. Разобраться с самим туристом сложно, кто есть кто. А вот если они получат некачественную экскурсионную услугу или вообще ее не получат, впечатление об отдыхе в Сочи будет надолго испорчено. Фактами нелегального предоставления экскурсионных услуг заинтересовалась прокуратура АБ полиция. Совместно с администрацией города будут проводиться проверки, и если после первого предупреждения выявленные нелегальщики вновь продолжат продажи экскурсионных билетов и попадутся второй раз, их ждет административный арест. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Вежливая регистратура работает в городской поликлинике номер один на Макаренко. Оборудована она в рамках развивающегося на федеральном уровне проекта. Как работает система? Действительно ли она удобна для пациентов? А главное, решена ли основная проблема? Очереди за получением талона и на прием к врачу сегодня лично проверил глава города. Поликлиника на Макаренко стала первой, где реализовали проект «Вежливая регистратура». Сегодня, чтобы оценить ее работу, роль пациента примерил на себя глава города. Находящийся в ФАИ поликлинике администратор помог получить в инфомате талон на электронную очередь в регистратуру. После чего компьютерная система направляет пациента к врачу с указанием времени приема. Задача вежливой регистратуры, по сути, создать комфортные условия для горожан. Именно их оценка важна для мэра. Именно этот вежливый регистратор, система, должны были нам убрать очереди и у регистратуры, и у дверей врачей. Удалось нам это сделать? Удалось. Да, удалось. Раньше были очереди, но вот после того, как вот это все переделали, и вот на самом деле мы постоянные пациенты здесь. Сейчас проблем нет, что к врачу, что по времени. Одобряют новый формат обслуживания и врачи, и пациенты. Больным помогают организовать наиболее удобный прием специалиста. Ну а главная цель проекта – снизить загруженность городских поликлиник. Мы еще потестируем именно на этой поликлинике. Если на самом деле это решение вопроса, то эту систему будем применять на всех поликлиниках города Сочи. Любое внедрение требует денег, но никакие деньги не надо жалеть, если это очень будет полезно для наших горожан. Удобство вежливой регистратуры начинают оценивать и пациенты поликлиники номер 5 на Мацесте. Здесь также реализован проект. Оборудовано новое просторное помещение для регистраторов, установлено информационное табло, работает электронная очередь. Это старая регистратура, это старое понимание, это старая логика, абсолютно ушло в небытие. Самое главное напряжение людское, оно, конечно, в поликлинике начинается с регистратур. В больницах, соответственно, из приемных отделений. Насколько правильно построена логика и логистика этого процесса технологического, настолько же будет удовлетворено население. Жители нескольких микрорайонов, которые обращаются за врачебной помощью именно в поликлинику на Мацесте, в свою очередь, довольны происходящими изменениями. Я живу здесь 40 лет и 40 лет обслуживаюсь в этой поликлинике. Вот буквально какие-то месяц назад, я просто месяц не была, такое преображение, как во дворце. Красиво, уютно, народу не так много в регистратуру. Заходишь так приятно, свежо, чисто, открыто. Вообще так эстетично, мне очень понравилось. Помимо реализации проекта «Вежливая регистратура», в пятой поликлинике открывают и отделение профилактики. Оформлено оно в едином стиле с регистратурой. Здесь будет постоянная заведующая. С медсестрой они будут работать, постоянно принимать. И плюс еще врачи узких специальностей, ну и терапевты также будут проводить непосредственные школы здоровья. Мы планируем открыть отделение профилактики со следующей недели. Реконструкция в рамках проекта «Вежливая регистратура» до конца года ждет и филиал пятой поликлиники, расположенной на Бытхе. На очереди третья городская больница и поликлиника и поликлинические отделения Адлера на улицах Ульянова и Гудаутской. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась выставка «Православие» уже в 16-й раз. Ее организатор компания «Сол» сочинские выставки проводит ярмарку в дни Петрова поста. С 21 по 26 июня в гранд-отеле «Жемчужина» святыней представляют более 50 монастырей и храмов из разных стран. Впервые на курорт привезены и несколько чудотворных икон и частичек мощей святых. Открылась 16-я по счету выставка молебном и выступлением одаренной сочинки Геры Арестовой. Несмотря на тяжелое генетическое заболевание, у этой хрустальной девочки невероятный голос, а главное – сильная вера и надежда. Эти качества отмечают представители духовенства, самые важные в православии. И выставка «Православие» – важное событие в духовной жизни нашего края. Ежегодно сюда съезжаются десятки религиозных деятелей. Это чудо, что в нашем курортном городе проходят такие выставки. Каждый имеет возможность не только прийти в свой храм, но еще прикоснуться к каким-то святыням, которые сюда привозят. Ну и подать записочки в монастырь, чтобы помолились еще где-то. Культурную деятельность, православные святыни, чудотворные иконы, образа святых и другое храмовое убранство представляют более 50 монастырей и храмов со всех уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. У нас впервые присутствует патриарша подворья Николая Чудотворца из города Барри, из Италии. И можно преклониться, и можно для себя приобрести миру от икон и от частичьей мощей Николая Чудотворца. Много чудотворных икон, много духовенства здесь, где можно с ними встретиться. На выставке также представлена эксклюзивная церковная литература, свечи и ювелирные изделия. Помимо духовных ценностей, посетители смогут приобрести мед, северные грибы, ягоды, лечебные бальзамы, мази, травы, постную продукцию и изделия из гобелена. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы священникам и увидеть художественные и документальные православные фильмы. Время работы выставки с 10 до 18 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На выставке православия можно получить не только духовную помощь. Легкость с первого шага предлагают почувствовать специалисты компании «Сам себе ортопед». Павильон под номером 45. Компания предоставляет удобную, а главное полезную для здоровья продукцию – комплекс услуг по коррегированию стопы с помощью правильно подобранной ортопедической стельки нового образца. Авторская методика Анатолия Степового поможет избавиться от болей в стопе, коленях, тазобедренных суставах и позвоночнике. Решить проблему деформирования пальцев стопы, боковых косточек, натоптышей и пяточных шпор. Все подбирают стельку под размер обуви, а мы подбираем стельку под размер ноги. То есть мы вручную. Надо же понимать, что нога разъехалась. Это не настоящий размер ноги. То есть размер обуви – это тот объем, куда ваша деформированная нога уже поместилась. Но она же меньше. И стельку-то надо дать не под обувь, а под ногу. Ее же должно собрать. Для достижения лучшего результата предлагается и специальная качественная обувь с низкой шнуровкой из натуральной кожи и нубука. Все модели сшиты с учетом норм и правил ГОСТа. Производят ее в Санкт-Петербурге по заказу с индивидуальными параметрами. Здесь же можно и приобрести продукцию компании «Сантегра» – магнитные титановые браслеты, клипсы для здорового сна и медные кольца. На выставке «Православие» представила свою продукцию компания «Воронежский фермер». Это колбасы, сыры и сало. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало. Все это можно найти на стенде воронежского фермера на выставке «Православие» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое, тает во рту с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный. Внешний вид продукции воронежского фермера притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...